Долг в 154 миллиарда рублей и 17 тысяч пострадавших как минимум. Если учесть, что за каждым юридическим лицом, вкладчиком ТФБ, стояли целые коллективы людей, фирм, организации, компании, то обманут их в десятки, а может быть и в сотни раз больше. Потому каждая очередная новость становится серьезным поводом для общественных обсуждений. Во время кропотливого анализа банкротного дела, юристы Союза пострадавших вкладчиков обнаружили одну весьма любопытную деталь. По словам главы Союза Александра Юмановой, в последние месяцы 2016 года, когда признаки агонии были уже налицо, и было понятно, что банк в скором времени пойдет ко дну, Центробанк России со счетов ТФБ списывает более 15 миллиардов рублей. Финансовая организация у банка экстренно потребовала досрочный возврат своих денег. По закону такие операции попадают в ранг сомнительных и могут быть оспорены в суде как сделка с предпочтением. Это когда при банкротстве банк одному кредитору оказывает большее предпочтение, чем остальные. Мы хотим, чтобы Центробанк тоже вернул 15 миллиардов и сам встал в очередь. В третью очередь, как мы, Юрики, стоим, пусть он встает в третью очередь. Пока только одна такая финансовая операция между ТФБ и Центробанком была признана недействительной. Центробанк в досудебном порядке вернул 57 миллионов рублей в конкурсную массу банка банкрота. Но стоит понимать, что остальную часть денег ЦБ вряд ли возвратит также в добровольном порядке. Остальные сделки придется уже оспаривать в суде. Это абсолютно безнравственно, это мало того, это незаконно, ведь у нас Центробанк, он кто? Он регулятор, он должен регулировать банковскую деятельность, как центральная нервная система регулирует деятельность всех органов в организме человека. Он отвечает за все, и он, в принципе, видел, если зам заместитель председателя правления Центробанка в мае делал заявление, он говорит, что мы знаем, что в ТФБ проблемы. Мы знаем, что там все тяжело. Дают деньги, дают кредиты, дают банки под санацию, а это опять же вливание денег. Ну, то есть, мы считаем, что Центробанк знал и ничего не сделал, и попустительствовал тому, что банк разграбили еще сильнее в последний период, чем это было до этого. Сегодня в ситуации с ТФБ, как говорится, каждый рубль, который можно еще вернуть на вес золота, ведь долги перед вкладчиками на десятки миллиардов рублей превышают активы банка. С осени прошлого года в Татарстане работает фонд по поддержке обманутых вкладчиков. Это своеобразная касса взаимопомощи. Пока выплаты пострадавшим идут за счет пожертвований крупных республиканских компаний. В будущем деньги для выплат должны появиться за счет освоения земельного участка площадью 759 гектаров у поселка Аркчино под Казанью. Он уже передан в собственность фонда и после соответствующей подготовки будет распродан инвесторам для застройки. Первый участок в 70 гектаров уже готовят к продаже. 71 гектар. Это территория бывшей военной части. Когда-то эти земли принадлежали Министерству обороны. До сих пор участок еще находится за колючей проволокой, но именно его отдали фонду поддержки погорельцев ТФБ. Стартовая стоимость более 1 миллиарда рублей. Но тут будут работать законы рынка, как говорится, приобретет этот участок тот, кто заплатит больше. Ведь эти деньги так нужны для очередного этапа поддержки пострадавших вкладчиков. По предварительным подсчетам уже через полтора-два года земля начнет приносить прибыль. Фонд уже рассмотрел 2,5 тысячи заявлений вкладчиков. Через агентство страхования вкладов уже частично выплатил деньги тем, кто стоял в так называемой первой очереди. По закону это физлица, вклад которых был застрахован до 1 миллиона 400 тысяч рублей. На втором этапе свои сбережения сможет вернуть льготной категории граждан, физические лица и уже юридические лица, у которых вклад в банки составлял до 500 тысяч рублей. Цель работы фонда это удовлетворить требования все-таки до 90% вкладчиков, пошедших в реестр. Понятно, что республиканское правительство через фонд поддержки вкладчиков какие-то средства направит. Но удовлетворение требований всех кредиторов, я сейчас говорю о кредиторах третьей очереди, о юридических лицах, может быть что-то им достанется, какие-то суммы, но далеко не 90%. У нас по ТАТ фонду реестр требований 154 миллиарда, погасили где-то 10, да, ну 10 погасили, ну я не знаю, ну дай бог еще 30 погасит, в чем я очень сильно сомневаюсь. Все, 30, 100 с чем-то остается миллиардов, это очень большая сумма. Конечно, это долгий процесс, он займет очень большое время, но, конечно же, это нас не устраивает. Многие люди остались без жилья, кто-то всю жизнь, кто-то, очень много пенсионеров, которые всю жизнь откладывали, и это была такая ощутимая поддержка к их пенсии. Да, сейчас они остались без всех своих средств, и, конечно, тяжелое положение у людей. Конечно же, мы до сих пор верим и рассчитываем на какую-то поддержку властей, что они какой-то выход должны придумать. И все же, по мнению экспертов, все эти выплаты, это пока как капля в море. Буквально на днях АСВ отчиталось о ходе конкурсного производства банков-банкротов Татарстана. Долги перед кредиторами третьей очереди, это юридические лица УТФБ, составляют более 75 миллиардов рублей. Еще 71 миллиард, как минимум, банк должен физическим лицам. Это тем людям, у которых сумма вклада превышала страховку. Многие получили лишь малую часть. Все они ждут, когда смогут вернуть все сполна. И смогут ли? Большой вопрос. Мы не сдаемся. В процессе банкротства, конечно, сейчас АСВ спаривает много сделок, но не применяет нигде обеспечительных мер. То есть одно дело выиграть, а другое дело это взыскать. Поэтому у нас есть сомнения о пополнении конкурсной массы, конечно же. Те же, кому удалось все вернуть до копейки, до сих пор не верят в счастливый конец. Мы залезли в долги, но все-таки зарплату выдали сотрудникам. Тем не менее, это было очень приятно. Долги только в мае отдал. Только в мае отдал долги. Раздал все долги. То есть в мае у меня бизнес вышел уже в плюсы. Изира Юзаева и Роман Безменов 7 дней.